хижина выживальщика чем надо тропу мы потеряли что ваня пропал крут ну мало ли может зайдет в лесу натолкнулись на вот такой странный шалаш может быть здесь проходит какой-нибудь местный берлинг мэн мы не знаем может быть это хижина выживальщика вы когда и черно да а вот еще короче заметил крутую вещь телескопическая труба прям в лесу смотрю на юль оба юй привет короче пытаемся найти путь тут тут такие тропы какие-то кривые кривые непонятные но я знаю что нам нужно идти вниз к реке а собственно там река так что ориентировка на местности ты идешь как с бадуна а ну вон и река кстати наверное она на карте все-таки изображена слышится звук водопада тут такой участочек прикольный нет сейчас как король лев красота очень интересное место на самом деле я даже не ожидал очень круто идти по какой-то вот горной тропе по лесу и тут раз лавочка стоит сел такой я не знаю термос достал покушал по созерцал вот они как бомж на привале круто это чего мне кажется слушать водопад может быть надо туда если вы знаете что это вообще может быть такое хотя бы гипотетически напишите пожалуйста в комментариях потому что но мы просто тонем в догадках проходим такую каменистую речную долину и по-прежнему я убеждаюсь что из изощренности и фантазии природы просто нет равных продолжаем наш путь по по тропе лесной чаще да и вот встретили такую интересную такой интересный закуточек с флажками как в непале ну конечно где-то совсем не непальские ну посмотри там что-то даже нарисовано гпс показывает какую-то дичь как всегда но примерно понятно где мы можем пойти вдоль речки вниз а можем пойти вот по этой искривленной тропе наверно наверх тропа не очень но наверное пойдем туда потому что так возможно ближе будет короче правильным решением было надеть наши грязи гряи нашу грязи обувь потому что ну вы видите тут как-то очень очень мутно да но у тебя отличный выбор нет нет другого выбора мы решили остановиться на привальчик на таком вот полюшки как-то назвать полянка полянка наверно дальше мы пойдем вот либо туда либо не туда точно не пойдем либо вот туда а сейчас покушаем после привала поднимаемся на крутой как назвать склон на крутой склон немножко уже прохладно становится во флиске ну очевидно зима же февраль очень даже неплохо для зимы на самом деле один из градусов но здесь наверное чуть похолоднее смотри как будто бы дворец такой стоит замок вообще это экспериментальное видео на самом деле вы наверное заметили как я много болтаю вот попробуем такой формат с комментированием всего что видим может быть будет интересно ну потому что например я иногда смотрю видео просто в фоне я даже больше слушаю чем смотрю на самом деле ухты это прям мощность такая скала отвесный такой склон но красиво красиво мощный монолит вон там иван пытается подняться ты как там иван сказал что он отлично себя чувствует да блин он тогда на спуске надо будет очень аккуратным потому что ну колено обычно начинает болеть на спуске ну тогда ладно мы короче ждем тебя если что проходим красивый лес здесь вот такие фактурные корни очень классно мох там иван где-то идет иван ты идешь не идет корневое лежбище как кроватка удобно нет я вру неудобно она совсем вы посмотрите на эту мощь просто огромный булыжник огромнейший а вот собачка здесь ребята скалолазанием занимаются видимо какой-то такой местный тренд вот но тут правда круто прям вообще я даже не знаю я такие глыбы видел когда-нибудь или нет вообще она такая огромная гладкая как будто просто это жерло вулкана а сюда прихерачился огромный булыжник чтоб его заткнуть впечатляет очень прям чё там зашибись красота хо 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 озеро наконец то нет я думаю когда мы еще поднимемся там его еще лучше будет видно ну пока и так сойдет это это кстати я посмотрел по дпс у вот эта скала огромная называется кинштейн всего лишь 968 метров над уровнем моря но она очень гротесная такая в принципе стоит даже сюда прийти вот просто ради этой скалы тут отдыхать полазать возможно если кто увлекается этим на озеро посмотреть на ивана так вроде везде тропки тропу мы потеряли потому что вот она идет идет а здесь короче дерево и ничего нет я там дальше прошел там тоже ничего нет на проблемку напали ну я не знаю я поднимусь короче наверх посмотрю там есть что-то или нет куда еще господи единственная единственный вариант был так что не без блужданий даже на германских тропах нашел таки тропу здесь был очень непонятно потому что упало дерево и тропу не видно совершенно но вот это с отсюда я четко вижу что вот она идет под деревом вот а дальше тут просто много листвы и всякой фигни и вот собственно заворачивается вот прям вот сюда я вот просто там пошел наверх и вот тропа есть нормально наверное вот из-за такой жопы что такой склон неудобный отмечено что тропа красная и вон я вижу тропу дальше по склону короче нам вот на эту горку подниматься вот на эту гору мне вот этот маршрут наш нравится тем что он такой хотя бы в какой-то мере дикий не то что прям но относительно вот этих ровных дорожек по которым мы обычно ходим с указанием маршрутов и так далее сейчас сейчас жестко по gps у с поиском тропы по моему ну извините я дома забыл поднимаемся траверсом по такому крутому склону ну идти в принципе нормально ну терпимо да вот мы уже почти на вершине кстати ну да это всегда в горах не бывает почти вот короче тропа дальше идет ну поэтому потому она собственно и красная тут нужно за дерево держаться немножко спуститься там наверно можно это сделать ну смотрите тут нормально в принципе видишь вот эти камни не как ступеньки и вот спускаешься и вот там вот там вот там идешь вниз 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 ну нет не туда ну вот по праде говорят деревья здесь все-таки подпиливают чтобы не так трешово было что ваня пропал куда-то достигаем вершину все ближе и ближе по пути открываются прекраснейшие виды это озеро кехель именно здесь мы совершаем наш маршрут зимний долгий подъемчик не самый простой но виды этого стоят до покажу вот еще немножко наконец-то вышли на какую-то организованную дорогу мы куда кстати может быть вот сюда нет там вот указатель а вот сюда наверно да вон указатель я вижу говорю вот сюда вокруг горы пойдем и вниз потом к озеру чуть-чуть уже это это самая высокая точка на сегодня потом будет спуск ну плюс минус до дорога влажная грязная потому что снег лежит солнце топит вот поэтому все мокрое ближе к вершине смотрите прикольно сосулька в дупле пусть свистит кажется мы вышли на вершину вершила правосудие сопли по всей роже надо вырезать мы вышли на вершину наконец-то вот не буду лукавить подустали немного вот сейчас займем отдыхающую позицию у пойдемте туда чему тут вот это другое дело крест опять какой-то ну ладно красиво сейчас отдохнем как люди чай с шоколадкой ох хорошо будет о красота солнце в камеры наверно классно попадает все ради красоты все мучения знаете как говорят что такой поход когда берешь много еды чтобы увезти его подачу в лес и съесть вот вот эта снежная вершина это йогберг мы туда не пойдем пожалуй мы я думаю летом сходим обязательно вот с подъемом на этот йогберг и кстати уже не от этого озера а от другого вахензе сели поесть что у нас на обед сегодня рассказывать у нас шоколадка чаечек а это тортилья тортилья и внутри колбаска такая знаете вяленая и бурячок самая вкусная гвоздь программы вишенка на торте сейчас бы оливье жрануть куда бы русский не мигрировал он всегда мечтает о боливии красиво красиво но нам надо идти но что делать дисциплина лежали сосиски там каша и всякая такая фрей и пока мы ходили скали дрова пришла собака и сожрала все почему бы и нет и тоже сожрались это сожрали собаку бунт на корабле мне тут устроили короче говорит не пойдем и сюда не пойдем да что это просто деревце упала господи тут да чего нет вон дорога идет ну что вот там по верху я думаю а вот можно вот там пройтись он тут какашки животных каких-то значит правильно идем я спуститься хочу вообще тут красота уху-ху очень круто зато красиво здесь вот такая узкая тропа ведет нас к озеру кехель и всегда есть человек который говорит да нормально все будет постоянно мы продолжаем наш путь нас посещают периодически с что мы идем по правильному пути но в конце концов ему быть того не миновать на ней все будет нормально просто такой ландшафт тут проходит по склону здесь такая сыпучка да я показывал ну тут вот уверен все хорошо будет но это никогда всегда не помешает никогда лишним не будет помолиться говорю глядите прикольно как ох четко по хребту что не прикольно да классно эй вот это идет вот туда наверх зачем-то вниз ладно сейчас ладно сейчас посмотрим чё гадать да тут видно тропа но короче она уходит далеко а нам надо короче завернуть вот направо и вниз уже идти мы уже ближе ближе к озеру и все уже не так страшно кажется потому что мы шли по какому-то хребту и казалось что блин когда же мы и когда же мы спускаться будем как тот дед ну да нет просто один он быстренько как-то спустился куда-то красиво очень нам очень маршрут понравился очень разнообразный ландшафт я скажу такие хитрые дорожки хитрые подъемы вот немножко поплутали даже но это даже в удовольствие интересно всегда интересно находить путь идти дальше есть озеро есть горы ну то есть очень насыщенно получилось на удивление и вовсе не просто на самом деле вот мы идем на легкие но не сказать что это прям такая прогулочка колени говорят об обратном немножко ускорились потому что солнце уже практически села ну точнее она уже за горами вот дорогу ну пока еще светло нормально но лучше поторопиться потому что по лесу и в горах лучше без фонаря не ходить вышли к озеру наконец-то хоть раз вышли к озеру при трекинге возле озера тут хорошо спокойно водичка такая гладко озеро большое достаточно мы прошли этот трек мы молодцы с гордостью да с гордостью могу это сообщить на самом деле было не супер просто мы справились вот оно наше награждение наше награждение наша награда озеро сейчас пойдемте похлебать а я бы ноги опустила как мы тогда хочешь пока до озера пока да хочется как ты как-то повеселее закончить это видео до будущем будущем high country ай да за мной ай да но потом да 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 да